Аким Павлодарской области встретился с фермерами двух районов, Теренколь и Железинским, которые поделились своими прогнозами на урожай. А Былкер Искаков также ознакомился с реализацией проектов по водоснабжению сел. В районе Теренколь глава региона побывал на полях нескольких крестьянских хозяйств Лысов, Олегпаров, Алтай, Каманов и Вильгельм. Мощность фермеров посетовали на отсутствие осадков этим летом, отметив, что именно этот фактор повлиял на объемы урожая. На сегодня местные аграрии собирают до 10 центнеров с гектара, однако, по словам крестьян, приобретать пшеницу у них обещают по привлекательной цене. Аким Обуси заострил внимание на необходимости сохранить имеющийся урожай. Важно вложиться в агроктехнические сроки. Главное – обеспечить качество урожая, вовремя все убрать и просушить пшеницу, соблюсти правила хранения зерна, сказал глава региона. На полях крестьянского хозяйства Олегпаров Абылкер Искаков пообщался с механизатором предприятия Александром Кучуркиным, который уже 10 лет работает в КХ и управляет уборочным комплексом «Джон Дир». К сожалению, на селе ощущают нехватку механизаторов, которые могли бы работать с современными комбайнами. Глава региона отметил, что подготовка и переподготовка механизаторов могли бы стать одним из направлений развития технического и профессионального образования в области. Во Львовке Аким Обуси посетил детский сад, который построили за счет местного КХ Вильгель. Проект обошелся меценату в 40 миллионов тенге. Сегодня яси, рассчитанный на 30 детей, посещает 24 ребенка от 2 до 5 лет. Также предприниматель Александр Вильгель реконструировал простаивающее в селе здание и открыл гостиничный комплекс. В Байконессе Аблкерисхаков посетил Дом культуры. В этом году по программе ДКЗ здесь провели капитальный ремонт. Сельчане рассказали, что довольны качеством ремонта. Глава региона напомнил, что именно жители должны давать оценку работе строителей и госорганов. Аким Обуси побывал и в местном цеху по производству колбасных изделий КХ и Ларбек, где выпускают около 80 номинований, продукции и поставляют ее по всей области. В селе Теринколь Аблкерисхаков посетил детский дом, дом школьников, музыкальную школу и физкультурно-оздоровительный комплекс. Аким района Ернур Айткенов рассказал, что в райцентре в этом году отремонтировали 20 улиц. Осталось благоустроить не более 3 километров внутри поселковых улиц. В следующем году их пообещали отремонтировать за счет районного бюджета. В Солтане глава региона проинспектировал строительство водопровода. Центральному водоснабжению готовы подключиться жители всех 107 дворов. Однако завершить проект, согласно документации, должны только в следующем году, когда будет установлена водоочистная станция. Аблкерисхаков раскритиковал такое планирование инфраструктурных проектов, жизненно важных для села. С такой же ситуацией столкнулись в селе Башмачное Железинского района. Проект по строительству водопровода здесь рассчитали на 13 месяцев. Подрядчик готов сдать объект уже в этом году. Однако средства для этого заложены только на 2021 год. Акимовуси поручил рассмотреть возможность завершения проекта до конца этого года. Кроме нового водопровода в Башмачном ждут открытия обновленного Дома культуры. На трассе Башмачное Озерное Аким Железинского района Канат-Кашкиров доложил о ремонте дорожного полотна. Проблемный участок, на который неоднократно жаловались сельчане, сегодня благоустраивают по технологии холодного ресайлинга. Это должно обеспечить прочность и сохранность дороги. В селе Валиханово Аблкерисхакову доложили о реализации еще одного проекта. Пусконаладку водопровода, который обеспечит более 150 частных подворий и объектов центральным водоснабжением, планируют в начале октября. В середине ноября, как ожидается, сельчане будут получать качественную питьевую воду. Жители Валиханово попросили Акимовуси решить и другую проблему. В местном фельдшерско-акушенском пункте нет медработника. Предыдущий вышел на пенсию еще в конце прошлого года. Глава региона поручил решить проблему в месячный срок. В железнике Аблкерисхаков посетил придорожный комплекс ИП «Кукузов», который работает уже третий год и пообщался с работниками колбасного цеха ИП «Витковский». Также Акимовуси побывал в районном доме культуры, где в прошлом году провели капитальный ремонт по программе «Аул Ель Бесага». В актовом зале глава региона встретился с местными представителями этнокультурных объединений и волонтерами. Мы видим, какой огромный труд был проведен за эти восемь месяцев. И практически начиная не только классическая, допустим, ЖАСЛ Ель программа, участие, экологическая помощь, поддержка малоимущим, вшили вы маски, обеспечивали продуктами питания, расфасовку тем людям нуждающимся, людям с особыми потребностями, поддерживали, помогали семьям, врачам, работали на блокпостах. Эта работа, и самое важное, что эта работа проводилась настолько организованно и бесперебойно, что любой госаппарат, любой чиновник может позавидовать вашей самоорганизации. Поэтому я считаю, что на территории Павлодарского региона, в городе Павлодаре, в частности в Железинском районе, видно, что есть хороший, организованный дух волонтерства, волонтерское движение, оно здесь поставлено на очень высокий уровень, и это говорит о том, что в следующем, а в последующем вам будет намного проще, намного легче, поскольку тот опыт, который вы получили сегодня, он вам поможет, я уверен, что ваши ряды будут только пополняться. В Железинском районе Аблгарискаков побывал на полях нескольких крестьянских хозяйств, агрокапитал, алтанжер и пахарь. Местные фермеры тоже обратили внимание на отсутствие дождей этим летом. Сейчас, если госпроизводители, здесь с одного гектара получают до 11 сантиметров пшеницы, то его агрокапитал, помимо зерновых, на нарушаемых участках выращивают картофель. Предприятие уже имеет контракт на поставку около 5000 тонн картофеля в популярную розничную сеть. Акимобуси отметил, что местным картофелеводам необходимо зарезервировать требуемый объем качественной продукции для внутреннего рынка на период межсезонья с января по апрель. Мурат Белмажет и это Сахпарат.